Так, обработка косой бейкой. Вот такая косая бейка. Я ее разрезала пополам и разутюжила. И ничего не приметывая, пришила эту косую бейку вот сюда. Пришивала со стороны косой бейки. Вот так вот по кругу, по кругу, вместе встыка сделала вот такой вот конвертик, вот такую вот историю. И сейчас тоже ничего не приметывая, вот так огибаю и прошиваю. Посмотрите, какой получается, как у меня это выходит. Никуда не торопясь, просто иду вот так по кругу. Первый рукавчик я делала приметывая. Очень долго получается. Время хочется сократить. Попробовала, не приметывая. Ну и вот такая вот у меня получается полосочка. Что здесь? Внизу можно немножечко подрезать, а может быть и нет. Потом отогну вот на эту сторону и подошью вручную. Все по утюжу и подошью вручную. Как я подшила вот этот вот рукавчик. Вот, собственно говоря, и все. Ну, что сказать про эту косую бейку. В общем-то хорошо, но я думаю, именно в этой ткани, это натуральный шелк у меня, я все-таки бы в следующий раз предпочла делать косую бейку, вот эту, из основного материала. Да, у меня очень мало осталось ткани. Ее нужно было стыковать из многих-многих полосочек. Ну, я думаю, было бы ничуть не хуже. Но это готовая бейка. Я не тратила время на эту стыковочку. Купила, не резала ничего, пришила-то и все. Вот так вот. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.